Что происходит, когда мы в программе начинаем использовать тип optional, параметризованный, например, стрингом? В C++ это означало бы, что компилятор пошел бы в декларацию класса optional и подставил бы там на место всех использований параметра t наш конкретный тип string. Скомпилировал бы такую отдельную версию класса optional. В Java все несколько иначе. Класс optional всегда будет один, с какими бы параметрами его не инстанцировали. Компилятор не создает специализированную версию класса, а создает единственную максимально общую версию класса, и в байт-коде получается вот такой замечательный класс, где вместо t везде подставлен тип object. Из-за того, что класс один, компилятору приходится колдовать в местах использования этого класса с различными параметризациями. Там, где переменная объявлена как optional от string, компилятор разрешит вызвать метод or else только со значением типа string, хотя фактически с точки зрения виртуальной машины этот метод принимает любой object. А возвращаемое методом get значение, хотя с точки зрения виртуальной машины является object, но компилятор добавляет здесь неявное приведение к типу string. Это приведение типа можно увидеть в байт-коде, его добавляет компилятор. Таким образом, optional, параметризованный string, выглядит для программиста так, как будто на место t в объявлении класса действительно подставили string. Но для виртуальной машины на низком уровне это не так. Параметризованный класс можно использовать, не указывая значение generic параметра. И тогда класс покажет свое истинное лицо. Он начинает принимать и отдавать object. На такое использование класса, без указания generic параметра, компилятор выдаст предупреждение, но все равно это скомпилирует. Просто он перестанет делать проверки и преобразование типов. Все это будет на совести программиста. Разработчики Java сознательно пошли на это, когда добавляли поддержку дженериков в язык, чтобы миллионы строк кода, написанные к тому времени, продолжали успешно компилироваться и работать с новой версией языка, когда многие классы стандартной библиотеки внезапно стали параметризованными. Все это приводит нас ко второму серьезному ограничению дженериков. Внутри параметризованного класса или метода нельзя создавать экземпляр или массив t. Также не работает проверка инстанцов. Все это просто компилятор не скомпилирует, так как внутри класса про конкретное t, с которым создали данный экземпляр, ничего не известно. А приведение типа к t хоть и скомпилируется, но на самом деле ничего не сделает. То есть не проверит, что объект b действительно является экземпляром t. Это позволяет, например, реализовать вот такой трюк по превращению проверяемого исключения в непроверяемое. Дело в том, что исключения делятся на проверяемые и непроверяемые только с точки зрения компилятора. А виртуальная машина их не различает. Для нее все исключения являются непроверяемыми. То есть она прекрасно может бросить проверяемый экземпшен из метода, где он не задекларирован. Но, конечно, пользоваться этим хаком не следует. Это просто иллюстрация особенностей дженериков.